Всем еще раз привет! 12 декабря 2012 года, Андрей Кушнерюк. Я в первую очередь хочу извиниться перед Александром из Крыма, что я повел себя не по-взрослому. И на его просьбу провести еще один опыт, я ему предложил просмотреть мое видео еще один раз, если он хочет паять качественно. Это, конечно, было не по-взрослому, я извиняюсь, не знаю, что-то я был, видать, не в настроении или что, не знаю, короче. Извиняюсь, Александр. В общем, такое дело. Еще раз подумал, какой бы сделать опыт по пайке чугуна латунью. И решил сделать вот так вот, как бы, опыт, приближенный к боевому, да, к боевым условиям. Значит, у нас два комплекта разломанных, разломанного кубика чугуна. Значит, один зачищен, один не зачищен болгаркой, но зачищен мелкой металлической щеткой. Щеточка очень-очень крепкая, она меленькая и очень каленая. Она скоблит вот металл после сварки очень хорошо, даже каленый металл она проскабливает. В общем, я проскаблил эту пару справа металлической щеткой, а слева я зачистил болгаркой с наждачкой, значит. Александр предлагает спаять вот этот ломаный шов, значит, бурой перемешанной со стружкой. Я вот здесь вот, сейчас я покажу. Значит, вот моя стружка, напилил напильником. И вот это, если буры добавим, да, то такая кашица получится. В общем, я соберу это все в кучку, соскоблю с моей, с этой, как ее, щеточки, кисточки. И все это дело намажу между слоями, значит, сломанного кубика, который не зачищен болгаркой. Который зачищен болгаркой, я смажу просто бурой и привяжу кубик, не, палочку латуни снаружи. Не знаю, почему Александр просит, чтобы снаружи латунь не добавлять. Я бы как раз добавил чуть-чуть, потому что, если вот этой пыли не хватит там заполнить разъем, то она бы затянула снаружи маленечко латуни. Ну, если, конечно, там начнет липнуть, видите, по-моему, это все на молекулярном таком уровне, что молекулы не хотят течь. Если не хотят течь, да, поломанному, то вот и все. Молекулы прям вот по гладенькому им надо бежать. Там такие, ну, говорим о мелких-мелких каких-то вещах, да. Так что я не знаю, я не знаю, получится что или нет. Значит, вот промазанные два комплекта. Одна зачищенная, другая не зачищенная, но промазанная бура смешана с латунной стружкой. Сейчас вяжем проволочками, но я все равно хочу привязать по кусочку и туда, и туда, чтобы не было недостатка в латуни. Вот и все, чтобы не было просто недостачи в шве. Если вот в этот шов она тут начнет развлекаться, то может этой стружки просто не хватить. А здесь, конечно, тоже привяжем сбоку. Вот наши две пайки, значит, я в обе пайки привязал по кусочку латуни. Не только потому, что вот в этой, в ломомом шву, там набита стружка, да, с этим, с бурой. Вон она, желтенькая. Ну, она, ее просто не хватит заполнить шов. Когда она расслабится, она же вся пористая, там бура в середине. И я думаю, она просто должна служить как катализатор, вот эта стружка. И если потребуется, то вот эта латунь уже по этой стружке затекет шов просто. Ну, а здесь этот зачищенный шов промазан бурой и тоже палочка латуни сверху. Ну, что, с какого начнем? Начнем вот с этого, да, с интересного. Значит, вот лежит пайка у нас в ТВЧ со швом, не зачищенным болгаркой, а зачищенным просто металлической щеткой со стружкой внутри и маленькой латуни снаружи. Значит, начнем наш нагрев. Там выкипает потихоньку вода. Я нагрев останавливаю. Как перестает пикать, значит, нагрев не идет. Да и видно по проволочке. Нагрев идет на правом кубике быстрее. Ну, ладно, теперь начнем агрессивный нагрев. Еще чуть-чуть. Ну, вроде бы расплавилась и как-то она остановилась вот здесь, да, вот это вот. Непонятно, что. Почему она остановилась? Почему она не утекла никуда? Как будто бы опять 25, видите? Поддержу линеечкой, видите, как... Как-то неправильно выглядит, потому что как будто бы повылазила буран... Ой, латунь наружу и не схотела сидеть внутри. Но это такой, как бы, анализ снаружи. Видите, вот эти бугры латуни, как будто бы вылезли наружу. Будто им там не комфортно сидеть внутри. Значит, вот наша вторая пайка, также ломаный шов, но зачищен болгаркой, вот этим наждачным диском с наждачкой, наслоеной наждачкой. Ну, сварщики, наверное, знают. Начнем нагрев, значит. Если это хочет скатываться, подвинем ее. Добавим мощности. Добавим еще мощности. Вот, видите, да, куда-то уплыла латунь, да, как будто бы. Вытащим. Правда, кусочек латуни вот здесь тоже всплыл наружу. Может быть, и слишком, а может быть, что-то другое. Вот там кусок латуни слева, да. Ну, а этот вот вообще комплект выглядит как-то, по-моему, неприлично, потому что латунь повылазила, повылазила наружу почему-то. Ну, не знаю. Сейчас сломаем, посмотрим, что у нас вышло из этого. Значит, вот наши две пайки справа зачищены болгаркой с наждачкой, слева зачищены металлической щеткой. Значит, здесь какая-то сопля висела вот на этом, на правой пайке вот здесь сбоку, но я ее задел, она отвалилась. Сейчас кусочек латуни как-то прилип, значит, так вот выглядит, да, вот так с этого боку, вот так вот с этого боку, да. Вот так, ну, если бы шов зачистить, можно было, как бы, посмотреть, что там проглядывает, ну, мы разломаем, да и все, что тут много гадать. И увидим сразу. Значит, первый это, назовем его Александровский шов, потому что Александр просил натолкать стружки. Ну, я еще добавил снаружи, не знаю, я не думаю, что это сделал как будто погоду, но попробуем отломать. Видите, туфта. Туфта полнейшая, ничего не вышло. Тут вот латунь как-то вроде кучей какой, какой-то вот здесь собралась. Тут какое-то красное, что-то красное, я не знаю, это, видать, бура со стружками, но почему-то они даже не захотели прилепляться. Ну, а хлористого цинка у меня нет или какой-то там кислоты, он говорил, еще кто-то подсказывал. Я не знаю, что это такое и вообще с чем ее едят. Ну, и эту паечку сейчас попробуем сломать, которая была уже зачищена болгаркой. Попробую поглубже засадить тиски. Конечно, не подумайте, что я тут в какой-то комедии. Обломилась вроде бы. Вот так, значит, выглядят две пайки наши разломанные. Значит, на зачищенной пайке как будто бы латунь не протекла в самую середину. Почему-то вот здесь получилось оголенный металл получился. Видать, латунь пробежала вокруг и здесь остался воздух. Я так подозреваю, я не знаю. Ну, в общем, разлом вы видели очень страшно крепкий. Вот здесь вот маленечко по латуне. И остальное, где была пайка, все по чугуну, за исключением вот этих двух уголочков. Здесь латунь, похоже, не попала. Здесь остался зажатым воздух. Ну, я думаю, герметичность была бы для воды. Я не знаю, не буду зарекаться. Ну, а шов Александра, значит, неудачный. Не знаю, может, надо, как говорят, прожечь там шов или про травить кислотой, прожечь кислородом с этим, ну, горелкой с хорошим содержанием кислорода, не знаю. В общем, такие дела. Ну, я при своем мнении остаюсь, что шов надо зачистить. Спасибо всем, что посмотрели. Извиняюсь, опять же, за мое поведение. До свидания.